Приветствую друзья! Сегодняшний обзор я посвящу полууниверсальному токарному станку с очень интересной конструкцией. Имеющий английское происхождение станок Scope был выпущен компанией Kneller в 1947 году, однако его продажей занималась дочерняя компания Scope Engineering. Защищенный британским патентом, поданным в 1944 году, станок Scope был официально описан как комбинированный токарный, сверлильный, фрезерный и строгальный станок. В эксплуатации он должен был работать как полууниверсальный станок, в котором каретка и задняя бабка могли совершать возвратно-поступательное движение на расстоянии до 150 мм вдоль станины с помощью рычагов, управляемых вручную. Станок был настольным и имел высоту центров в 110 мм, а расстояние между центрами составляло 370 мм. Станок фиксировался на очень прочный чугунный поддон и имел довольно обычную переднюю бабку с функцией включения задней передачи. Шпиндель вращался в прецизионных конических роликовых подшипниках и имел конус Морза 2, а позже 3. В соответствии с современной практикой, все шестерни, включая сменные колеса и их механизм переключения и реверса, а также различные ременные передачи, были аккуратно защищены литыми крышками. Вместо простой железной отливки, станина была выполнена в виде двух отшлифованных высокопрочных прутков из никель-хромовой литой стали, задний из которых был цельным, а передний в виде толстостенной трубы, охватывающей винт продольной подачи. Соответственно, рукоятка продольного перемещения суппорта находилась на заднем конце станка. Между направляющими станины и посредине каретки располагалась вертикальная стойка, которую можно было поднимать на расстоянии 75 мм, а также с помощью хитроумного приспособления вращать вокруг вертикальной оси, соответственно вращался и стол с резцедержателем или заготовкой на определенный угол. Опирающиеся на два небольших стальных стержня спереди и плоскую пластину сзади стойка несла на своей верхней поверхности приводимой в движение винтом поперечный расточной стол 150 на 100 мм с четырьмя т-образными пазами, расположенными попарно под углом 90 градусов друг к другу. Примечательно то, что все лимбы станка оснащались микрометрическими циферблатами, а некоторые версии станка оснащались и малой продольной подачей. Для выполнения строгальных или пазовальных работ у станка в комплекте была довольно длинная рукоятка, которая фиксировалась на нижней поверхности суппорта и задней бабки и выполняла поступательное движение резца вместе со своей бабкой при фиксированном суппорте. Также для обеспечения автоматического поперечного перемещения резцедержателя со столом на заднем конце приводного винта поперечной подачи у некоторых версий станка был небольшой электропривод. Вращение шпинделя обеспечивалось трехфазным двигателем мощностью 0,5 л.с. с частотой вращения 1425 оборотов в минуту, приводящим в движение четырехступенчатый клиноременной шкив через контрвал, прикрепленный болтами к опорной плите за бабкой. Доступно было 8 скоростей 38, 50, 80, 120 оборотов в минуту в задней передаче и 190, 280, 450 и 680 оборотов в минуту в передней. Кроме того, за дополнительную плату можно было установить высокоскоростную настройку от двухступенчатых шкивов на двигателе и контрвале для получения скоростей 400, 280, 450 и 1420 оборотов в минуту. При поднятии крышки бабки для переключения скоростей кулачковый механизм автоматически ослаблял ремни двигателя к контрвалу и двигателя к бабке. Задняя бабка, предназначенная для превращения токарного станка в станок для строгания и нарезания пазов, была очень необычной. Она не только имела верхнюю часть, расположенную на направляющей, позволяющей перемещать ее на несколько сантиметров в поперечном направлении, но и пиноль, имеющий ту же резьбу и конус морза, что и шпиндель передней бабки. Данный узел также оснащался делительной пластиной диаметром 150 мм с кольцами на 60 и 24 отверстия, или в некоторых версиях на 60 и 56 отверстий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok